Харизматичный, прямолинейный и влюбленный в свою профессию – таким помнят Степана Степашкина и его коллеги. Он был выходцем из крестьянской семьи, прошел Великую Отечественную войну и всю свою жизнь тяготел к искусству. Окончив Рязанское художественное училище, он получил образование искусствоведа, работал экскурсоводом и научным сотрудником. А уже спустя четыре года Степана Михайловича назначили директором Рязанского художественного музея почти на 30 лет. Он не боялся практически никакого начальства. Он был вхож в кабинеты всех начальников, всех рангов, начиная с рязанских, заканчивая московскими. И везде вот эта его горячая убежденность, что искусство должно служить народу, что люди должны тянуться к прекрасному, именно в прекрасном здании. Благодаря упорству Степана Степашкина музей получил просторное здание, в котором расположены сегодня. Девизом искусствоведа была переделанная фраза Станиславского о том, что нужно любить музей в себе, а не себя в музее. И для того, чтобы донести всю красоту картин, Степан Михайлович постоянно пополнял собрание работ. За период его служения искусству коллекция музея увеличилась в пять раз. За годы работы Степан Михайлович был полностью создан отдел древнерусского искусства, отдел народного искусства. Очень пополнилось собрание русского декоративно-прикладного искусства. То есть то, чем мы сейчас гордимся, практически было создано за годы его правления. Степан Степашкин вышел на пенсию в 1987 году. Но участвовать в жизни музея он продолжал до самой смерти в 2017. В библиотеке музея хранятся рукописные мемуары Степана Михайловича, где с трепетом и ностальгией описаны воспоминания о художниках и культурной жизни Рязани в целом.